В рамках данной темы мы должны познакомиться с частями текста по теме Our University, проработать лексику. В итоге работы по теме у нас должно получиться краткое монологическое высказывание. Тема состоит из следующих пунктов. Итак, мы разберемся с историей, мы посмотрим на первые годы создания или существования университета, дальше мы посмотрим на то, как выглядит структура университета, далее мы познакомимся с тем, каков преподавательский состав нашего университета, это teaching staff, следующий пункт студенты, students, и последний пункт role of university, роль университета. Переходим к первому пункту History. Посмотрим на первое задание, в котором нам необходимо сопоставить слова и выражения с соответствующими русскими вариантами. Первое, to be founded означает быть основанным, основанным, machine building, это прилагательное машиностроительное. Итак, machine building. Это машиностроительное. И последнее выражение, the great patriotic war, это великая отечественная война, выражение, известное нам из школьной лексики. Посмотрим на следующее задание. В следующем задании мы должны сопоставить предложения. Match the ideas. Наша задача сопоставить части предложений так, чтобы получилось одно целое логически выстроенное предложение. Умск State Technical University was founded in 1942. Вполне себе логичное завершение предложения. Итак, Умский технический университет был основан в 1942 году. Второе предложение. Исходя из материала лекционного, мы знаем, что первоначально, originally that was, простите, первоначально это был Ворошиловградский вечерний машиностроительный институт. Ворошиловград, или Луганск, как мы знаем, нынешнее название этого города, и имя Machine Building Institute. И последнее, it was evacuated to Omsk in the first month of the great patriotic war. Он был эвакуирован в Омск в первые месяцы Великой Отечественной войны. Продолжаем. По следующему пункту, LES, мы выполним следующие задания. В нашей первой табличке даны несколько слов и выражений. Первое, Mechanical, это механический, Engineering, технологический. И последнее, Graduate From, означает окончить высшее учебное заведение. В следующем задании у нас слова разбросаны в беспорядке. Наша задача их поставить в предложение так, чтобы предложение имело цельный законченный вид. Нам помогают точки в конце предложения и заглавная буква в начале предложения. There were, конечно же, будет первой частью этого предложения. There were only two faculties at university at that time. Второе, нам опять помогает заглавная буква. Это были механические и технологические факультеты. The first twenty-two engineers graduated from these faculties in 1946. Мы получили готовые предложения. Мы этими предложениями воспользуемся в нашем монологическом высказывании, когда нам придется составить эти монологические высказывания в конце изучения темы. Следующий пункт нашей темы, это структура университета, это structure. Мы посмотрим на слова, постараемся их запомнить. Первое, the first department. Department можно перевести как факультет, хотя слово faculty тоже существует. Тем не менее, воспользуемся словом department. Number two, major, major, это основной предмет, которым вы занимаетесь. Это ваша специальность или ваша специализация. Следующее, do a bachelor's degree, означает получить степень бакалавра. Do a master's degree, получить степень магистра. Последнее выражение в этой табличке, reading hall, читальный зал. Наша задача, воспользовавшись в следующем задании, воспользовавшись словами в скобочках, выбрать правильные варианты из таблички. Начнем. There are seven institutes and seven departments. We воспользуемся окончанием s, потому что мы имеем дело со множественным числом. At university. В университете семь институтов и семь факультетов. Technical university offers more than 90 majors. Мы опять берем накончание s, ношного числа. And trains radio engineers, electrical engineers, petroleum engineers, mechanical engineers, etc. Технический университет предлагает более 90 специализаций, готовит радиоинженеров, инженеров-электриков, инженеров-нефтяников, инженеров-механиков и так далее. Следующее предложение. Students can do a bachelor's degree and do, повторять нам нет необходимости. And a master's degree at university. Студенты могут получить степень бакалавра и степень магистра в университете. There is a large library, a reading hall, and a media center at university. В университете есть большая библиотека, читальный зал и медиа-центр. Переходим к следующему пункту темы, который касается academic staff. Преподавательский состав. Итак, academic staff это действительно преподаватель или преподавательский состав. Doctor of science, очевидно, переводится в доктор наук. Doctor of philosophy означает кандидат наук. Итак, мы познакомились с этими выражениями. Теперь нам эти выражения попадутся в предложениях в следующем задании. Наша задача сопоставить английский и русский вариант предложения. So, the first sentence is... The total number of academic staff employed by university is over 900. Общая численность преподавателей, работающих в университете, превышает 900 человек. Итак, опять прецензионная информация нам помогает. И у нас опять проблема с карандашом. Итак, первое предложение соответствует переводу B. Второе предложение. About half of them are doctors of science and doctors of philosophy. Около половины из них являются докторами и кандидатами наук. Около половины из них доктора и кандидаты наук. Поставим тире. И третье. They deliver lectures on different subjects and give classes to students. Они читают лекции по различным предметам и ведут практические занятия. Таким образом, мы поработали с пунктом темы academic staff. У нас есть готовые предложения, которые мы можем поставить в тему. Следующий пункт темы – students. Давайте посмотрим на лексику, которая нам пригодится в изучении этого пункта. Timetable – это расписание. Workshop – это мастерская или цех. Twice – переводится дважды. Take part – глагольное выражение. Принимать участие. Attend – это глагол посещать. И amateur – означает любительский. Наша с вами задача – воспользоваться словами из таблички и поставить их в текст задания второго. Fill in the gaps with the words in the table above. Начнем. Students attend lectures in classes according to their... Студенты посещают занятия и лекции according to the timetable. Слово расписание нам подходит. Besides, they have practice in... Практика, конечно, у них проходит в мастерских. In workshops and laboratories нам необходимо множественное число. Мы знаем четко и точно, что студенты сдают экзамены дважды в год. Следующее предложение. Many students in the social work. Многие студенты в общественной работе. Многие студенты принимают участие в общественной работе. Конечно, нам подойдет выражение – take part. Many students take part in the social work. Следующее. The conferences organize parties and concerts do sports. Конференции могут студентами посещаться. Поэтому по смыслу, конечно, нам подходит глагол attend. They attend conferences, organize parties and... И любительские концерты. У нас не остается вариантов. Поэтому amateur – это единственное, что здесь подходит. Итак, мы видим, что у нас получился фрагмент текста, касающийся пункта students. Студенты посещают лекции и занятия согласно расписанию. Кроме того, они проходят практику в мастерских и лабораториях дважды в год. Студенты сдают экзамены. Многие студенты принимают участие в общественной работе. Они посещают конференции, организуют вечеринки, любительские концерты, а также занимаются спортом. Мы познакомились и прошли пункт students. И посмотрим на последний пункт в нашей теме – role of university. Традиционно в последнем пункте, работая с последним пунктом устной темы, мы отвечаем на вопросы. So, firstly, we have to read the text. Итак, сначала нам нужно прочитать текст. Посмотрим на вопросы. Is Omsk Technical University one of the leading educational institutions in Western Siberia? У нас опять общий вопрос. Поэтому ответ получается очень просто. Сказуемо нужно поставить после подлежащего. Омск State Technical University is one of the leading educational institutions in Western Siberia. И последний вопрос. What kind of educational institution is Technical University? Technical University is an innovation and research type of educational institution. Or research kind of educational institution тоже подойдет. Итак, мы с вами разобрались с последним пунктом темы. Пройдя все пункты по частям, проработав лексику и переведя фрагменты темы, мы получаем summary. Мы получаем краткое изложение по теме. Summary зачитывать не стану, потому что содержание summary полностью совпадает с пунктами, только что изученными. Итак, это все, что касается темы Our University.